Привет! Вы на канале про продукт. Разные способы приготовления перловой каши. Перловка – это крупа, которая содержит множество важных витаминов и полезных веществ. Поэтому каша из перловки всегда на первом месте в рационе военных, больнице, учреждении образования. За достаточно низкую цену можно получить вкусные, сытные блюда, которые наполнены витаминами. Многих хозяек интересует, сколько варить перловку в супе. Одним существенным недостатком перловки является то, что ее нужно достаточно долго варить и уметь делать это правильно. Кроме обычного способа приготовления перловки на плите существуют другие варианты. Это использование современной техники – мультиварки, пароварки, рисоварки, скороварки, микроволновки и духовки. Варка перловки. Все зависит от подготовки продукта и вида варки. Для начала нужно хорошо изучить упаковку, там может быть написано о времени варки. Если о времени и способе ничего не написано, то нужно ориентироваться самим. Пошаговая инструкция о том, сколько варить крупу перловку и как делать это правильно. Перловку для рассольника нужно варить столько, сколько она готовится для обычного супа. Если вы решили варить перловку без замачивания, то время увеличивается до 2 часов. Приготовление крупы в пароварке. Для начала промываем продукт, затем заливаем водой 1 к 2 и помещаем в холодное место на 12 часов. Когда крупа набухнет, перекладываем ее в дуршлаг и моем еще раз. Затем перекладываем в контейнер пароварки, вливаем 1 стакан кипятка и готовим 30 минут. Затем еще раз перемешиваем и продолжаем готовить еще 30 минут до мягкости. Поскольку перловая каша универсальна, то ее можно дополнять солью или сахаром. Перловку очень часто варят в микроволновке. Первое. Крупу промываем и замачиваем на 1 час. Сливаем воду, промываем еще раз и перекладываем в емкость для готовки. Второе. Пропорции. 1 копейка трем. Третье. Ставим посуду в микроволновую печь и включаем максимальную мощность на 10 минут, далее достаем блюдо, сдабриваем специями и ставим все обратно. Четвертое. В процессе готовки рекомендуется периодически помешивать. Это нужно для равномерного приготовления кушания. Если вместо водички использовать молоко, то крупа заливается горячим молоком и в процессе готовки емкость не закрывается крышкой. Самый старый вариант приготовления данной крупы, которая уходит корнями еще в древние времена, это приготовление ее в духовке. Только вместо духового шкафа использовалась русская печь. Такой способ позволяет сохранить наибольшее количество полезных элементов и витаминов. Если для готовки использовать глиняную посуду, то есть шанс получить тот самый неповторимый вкус детства. Сначала промываем крупу и заливаем водичкой на 12 часиков. Затем сливаем воду, промываем и перемещаем в емкость. Вместо воды можно взять молоко или бульон. Соль и необходимые приправы добавляйте в начале готовки. Поскольку каша в духовке готовится под крышкой, то все пары останутся внутри и наполнят кушание неповторимым вкусом. Можно добавить мясо или курицу, тогда вы получите полноценное кушание для всей семьи. Это самые основные способы, как правильно сварить перловую кашу или крупу для супа. Сам процесс не занимает много времени, но результат превосходит все ожидания. Перловку промываем и заливаем водичкой. Даем постоять замоченной крупе несколько часов. Сливаем водичку и выкладываем продукт в емкость для варки. Вливаем в емкость воду 1 копейка 3. Ставим емкость на небольшой огонь и готовим около часа. Совет, чтобы готовая каша получилась мягкой, добавьте немножко сливочного или подсолнечного маслица. Как приготовить вкусную перловку в мультиварке. Крупу хорошенько промываем, чтобы вода была чистой и заливаем водичкой на 3 часа. После 3 часов сливаем водичку и отправляем крупу в мультиварку, чашу которой нужно заранее смазать сливочным маслом. Добавляем воду, на 1 мультистакан перловки добавляем 3 стакана водички. Включаем нужный режим, закрываем крышку и готовим часик. Затем выбираем режим подогрев на минутах 10, добавляем немного сливочного маслица. Это придаст блюду насыщенный аромат и приятный вкус. В общем, варить перловку в мультиварке несложно, главное четко соблюдать все советы и рекомендации. Приготовление крупы для супа. Если с предварительным промыванием и замачиванием, то варить ее для супа нужно около часа, но можно добавить в суп уже отваренную крупу, тогда поварить ее нужно всего 15 минут. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал.